так ну что начинаем наше прохождение чипу к так скажите мне пожалуйста ребята вы слышите звук игры писец и где разврат какой разврат слышите все окей кстати приятная музыка ты ушла переодеваться и вернулась без разврата я должна была с развратом вернуться ой щас чихну господи все скрыто прикрыто но получается все каждая часть одежды 10к и будем снимать ой блин хотя ладно мне кажется я продешевила а то мало ли еще и там лечка привет все музыки нет больше я хотела послушать ну ладно так я все на второй монитор перекинула так это есть это есть это есть это есть это есть ой костик если бы не поздоровал здраво так а теперь почему-то я темная ну ладно лёха ты чего а это наверное извинения за нелюбовь понял принял собака и все а там же много собак было ну ладно спасибо лёха спасибо за 100 думаю эта собака отрисовалась боту вот если что мы вас не записываем ваши извинения приняты музон прикольно настраивает на эпик это да была бы лишняя сотка но может быть следующий раз можешь меня кстати поздравить я вчера купил себе мк-11 со всеми дополнениями и нахера если ты по сети не можешь играть ты шо ку-ку ой господи скушала молодильное яблочками густо то вроде нет снова человеку пауку все выпуклости закрыли запарили делать натурально но может у него там просто ничего нету как вариант хотя да на самом деле очень странно у него посмотрите какая супер рельефная рука даже ноженькая рельефная а вот между ног как будто но эта девочка наверное главное я поздоровался это правда да старая часть она старая лук азиатский вариант паука не у азиатов наоборот формы там фигачит ну чё чат готовьтесь тут озвучка есть не надо ничего читать компания марвел представляет только на канале твич леона кики так новая игра уровень сложности изумительный это какой нахрен какой еще есть потрясающий дружелюбный безобидный не ну изумительный значит сбалансированный да так что у нас дальше специальные конфигурации ну допустим конфигурация слух вестибулярный аппарат вестибулярный аппарат включает себя следующие параметры включено замедление на поворотах центральная точка отключено тряска камеры раскачка камеры параллакс интерфейса эффект скорости зернистость хроматические аберрации полноэкранные эффекты и глубина резкости отлично включаем а то моя вестибулярка нахрен выйдет так моторика и зрение но совсем остальным вроде у меня нету проблему ёлечка привет привет блин как классно оказывается себя кисточкой фигарить и не расчесываешь себе и вроде почесал кетти привет так значит назад идем дальше попура попуральные попуральные параметры новая игра размер субтитров стандартное озвучение языка жестов может включить хотя если честно я не знаю как это будет работать так режим вибрации атмосферный все виды вибрации включены вы будете чувствовать громовые удары супер злодеев и гудение биоэнергии майлза о хорошо пускай будет я люблю когда вибрирует привет айдан что ж ты такая болезненная ну а такой уродилась а да хотя не на самом-то деле я до этого была нормальная до переезда в москву на визу хотя нет до переезда в москву я тоже была болезненная да еще с хворь какая-то ходит сейчас многие позаболевали вот и возможно и я какой-то вирусняк подцепила потому что у меня часто то гости дома то я в магазин выхожу и по ходу где-то где-то подцепила по ходу потому что но это не аллергия иначе таблетки бы уже справились это кисточка классно пахнет так ладно громкость музыки помощь при погонях да пока не надо автоприцел эффект скорости зернистость отключена у нас вроде параметра графики так полноэкранные эффекты то что такое если этот параметр отключен то видеоэффекты связанные с виньетированием интенсивным миганием экрана и воздействием на все изображения в целом не воспроизводятся и давайте включим посмотрим что это так графический режим ой блин подождите я что-то видела там нужно поставить производительность ну допустим надо поменять на производительность а вот этот vrr нужно что-то другое поставить на я не помню что привет нагиус что там вибрирует геймпад вибрирует неделю не могу поправиться состояние как при аллергии нос горит глаза слезятся чихаю по кд да это вот как раз таки на вирусняк новый привителя луна в матроске прекрасно выглядишь раз видеть здравствуйте здравствуйте что у меня уши кто-то закладывает фу зачем следуешь трендом если кто-то болеет это не значит что так можно и новая волна не надо подражать другим полностью с тобой согласна и вообще не знаю как если я и подцепила эту хрень то как я и подцепила вот потому что я дома сижу я даже гулять не выхожу поэтому какая вообще может быть болезнь так это мы поставили популярные параметры это мы все сделали параметры графики вот так графический режим производительность а вот vrr блин надо короче найти все таки наверное ой-ой-ой-ой-ой-ой где же этот пост был так давайте мы по вот в раре в раре найдем повар раре вот так как работает человек-паук при включенном 120 герцах и и так качество разрешения 4к до 1440 30 фпс или 40 на дисплее но 30 фпс там мало будет данном чат нам нужно хотя бы 60 фпс соответственно чтобы сделать такое плавность все нужно плавность да так видеорежим 120 герц ну допустим попробуем у меня нахрен отключилась можно пожалуйста вернуться так использование частоты обновления 120 герц поздравляет поздравляет позволяет уменьшить задержку воды повысить частоту кадров для этого требуется совместимый монитор или телевизор а также соответствующая настройка консоли расчета расчетная частота кадров в режиме качество при этом вырастает до 40 кадров в секунду если вы вдобавок включите поддержку vr в том же меню частота кадров дополнительно повысится и будет изменяться в зависимости от игровой сцены для использования этой функции требуется включить параметр настройки экран видео вывод видео включить вывод 120 герц действие этого параметра распространяться на все на все ячейки сохранения окей гулять не ходишь плохо надо ходить по но не рядом с толпой это трудно на самом-то деле сделать я собрал настолько мощный комп чтобы то играю в 15 фпс ни хрена себе лол так ладно выходим калибровка звука думаю нам не надо субтитры нужны все параметры процесс управления камера звук субтитры графика много графика еще раз зайдем что у нас здесь полноэкранные эффекты отключены почему эффект скорости все это все отключено окно получается все до бонусы за предзаказ до новая игра вы хотите посмотреть хронику событий да слушай пить я сейчас заполняю анкету для колледжа и там надо рассказать о себе то есть продать им себя это так тупо поможешь мне советом ну вот взять меня привет я питер паркер мне 25 у меня диплом бакалавра по биофизике и я люблю лучшую женщину на свете хвасту и лучшую журналистку в этом городе да м джей крутая я стараюсь брать пример с другой лучшей женщины на свете тети мэй опять хвастаешься а однажды меня укусил радиоактивный паук и я обрел супер силу об этом же нельзя писать мы селедет своим чередом я обратил эти способности на благо людям и против тех кто желал им зла как мой наставник доктор отта октавиус его лабораторию закрыл бывший коллега норман осборн на местку отто применил биооружие и джекер я сумел остановить его но мне это дорого обошлось неплохое резюме но я же не питер паркер именно ты майлз моралес тебе 17 лет ты учишься в академии виженс что еще ну я время от времени помогаю маме советнику рио моралес с ее проектами в гарлеме и есть одна девушка которая меня восхищает и вдохновляет и я считаю ее одной из лучших наших художников и меня тоже укусил радиоактивный паук наделив меня супер силой как быть пауком я учился у оригинала но как быть героем я научился у папы он погиб при взрыве устроенным мартином ли добро которое я творю это добро заложенное в меня отцом было трудно иногда даже сверхспособности недостаточно чтобы спасти тех кто нам дорог но герой это тот кто не сдается и я не собираюсь не знаю я не могу рассказать про себя не упомянув про паука всего ты можешь надо просто мне не грущу я слушаю просто часть про морали за прикольная но может кого-нибудь пройдем два года назад то веном там все готово приступим у меня к тебе просьба говори так подождите его зовут гарри это случайно не гарри осборн который сын осборна который должен был быть плохишом а в этой части он типа не плохишь чешу я уже забыла что происходило вообще в этой игре если не поможет не упорству поможет у меня осталось мало времени я хочу хоть попрощаться я не дам болезни взять вверх гарри был в инкубаторе два года назад тебя не отпущу ух ты ля веном всегда всегда сидит в твоей заднице так веселей будет диалоги слушать настоящее время звонок звенит не просто так садитесь звонок звуни давай для учителя до снова проходила но мою мою за морали за не проходил доброе утро сегодня урок будет вести новый учитель учитель серьезно привет меня зовут мистер мистер паркер и и и нам всем очень повезло потому что это урок физики а физика рулит вы знаете что позволяет насекомым и птицам и ящерицам бегать по воде два слова поверхностное натяжение можно выйти ладно а натяжение держится на когезии формула тут такая натяжение гамма равняется силе приложенный параллельно поверхности жидкость F поделенный на длину L линии действия этой силы кто-нибудь мне мне нужна помощь м мистер моралис так вы точно не можете справиться самостоятельно точно вы м м м м м Прочтите главу 4 или 5, или, не знаю. Майлз, я рискую. Если директор вернется, а меня нет, меня уволят. Знаю, но ты только глянь. Может, выбрать все-таки качество? Это что-то какая-то картинка очень странная, если честно. Я не могу себя сегодня. Меня точно уволят. Блин, музыка здесь обалденная. Ой, блять, стоп, что надо делать? Ой, очень плохо выглядит картинка, если честно. Во, так хорошо. Директор Эванс и так не простит мне это опоздание. Я же говорила, на этого не терпит. Ничего, мы буквально туда и обратно. Хорошо бы, а то у меня потом разговор с психологом по поводу колледжа. О, ты дописал эссе? Даже не начинал. Ну, давай в центр, побыстрее разберемся с Марко. Жесть, на мемалерц. Я забыла на мемалерц добавить. Твою мать, сейчас, секунду. Подождите. Вот что я забыла. Я просто сегодня перенастраивала этот самый. Убс. Сейчас я все настрою. Секундочку. Так. Ой, а почему оно так? Сейчас, секунду, чат. Во, все должно все работать. Извините, все работает. Да, я забыла про них. Серьезно? Что же он такое наделал? Так, прекращение задания. Вы покидаете район задания. Вернитесь обратно. А, ок. Слушайте, ну даже в качестве... Город хуже стал, чем... Ну, как я и говорила. Помните, мы когда смотрели трейлер, когда анонсировали Человека-паука, я еще тогда ругалась, что они город сделали хуже. Оно все мыльное, гладкое, короче. И мы еще такие думали, блин, ну мы надеемся, типа, что на релизе это поправят. То, что я вижу сейчас, город намного хуже, чем в первой части. Сейчас приду. Так, я тут. Ну, вроде не мылит. Да мылит, мылит оно. Он даже в стену не может удариться, чительство. Не, он присасывается к ней и может по ней бегать. Да что ж такое-то, когда мышку зарядить. Вот, и... Вот, вот так вот. Там с Марко. Мы уже много лет не виделись. Очевидцы утверждают, что он бежал по Бродвее, выкрикивая что-то невнятное. С их слов он как будто был в бреду, не в себе. Он просто взорвался. Да, надеюсь, мы сможем его успокоить. Я видела, как люди сходят с ума. Осторожно. Хорошо, что у нас два Человека-паука. Откуда? На потолке. Спасибо, Энжей. Но они сделали намного красивее передвижение по паутине. Более акробатичнее. Мне кажется, они как, ну, наверное, даже акробатов нанимали, чтобы вот это вот все заснимать. Видите? Смотрите, что выдает вообще. Ну, с городом что-то не так, короче. Он как будто плоский, необъемный и слишком гладкий. Так, стоп. А почему у меня звук паутины идет из контроллера? Мне это не нравится. У меня вообще звук не поменялся ли? Так, тут чат. Сейчас дайте я систему проверю, а то она бывает переключается на геймпад. Блин, засранец. Они урезали пиксели на пипиське паука. Но это они, чтобы не обижать мелкописечных. Так, нет, тут вроде все нормально. Микрофон тоже все нормально. Ничего не переключилось, окей. Вот. Как-то так. Но игра все равно красивая. Даже несмотря на это все. Привет, мои девочки. Да, похоже, мы его нашли. Марко! Человек-паук. Вот это? Песочный человек? Эм-Джей не шутила. Надо помочь ему, пока не пострадали люди. Или он сам. Может, он голоден? Кинем ему что-нибудь пожевать. Каков план? Отвлеки его! У меня есть идея! Ой! Ну вот, черт! У вас эхо нет? Тебе бы выпустить в бар, Марко! Йогу не пробовал? Видимо, ему ближе к Пилатес. Это идея? Я не говорил, что хорошее. Должен был быть обычной день. Урок физики. Неловкая полтовня в учительской. Все, идите полезно. Блин, красиво сделали. Человек-паук! Распишешься за достатку? Пока горячее! Конечно! Поймал! А тут лока нету по персонажу, да? Я только что отрыгнул новых друзей! Что за? Он и так умеет! Похоже! Давай скорей! Ай! Мистер Паркер? Простите, кто это? Директор Эван. Конечно! Директор... Все ученики эвакуированы из здания. Где вы? У меня группа вышка, не мешайте, женщина! Кайфовенько. Так, атакуя защищаясь, вы заряжаете такие способности, как паучий залп. Полностью заряженную способность можно применить повторно. Блин, прикольно. Как понять, что враги повержены, они больше не встают? И... Ой, извините! так работала я уже бегу назад вернитесь к своим ученикам или пиняйте на себя не нравится мне это а чё он урёт я уже рядом звонила а чёрт меня исключат эй ты просто прогулял а я оставил учеников во время чп городского масштаба да уж ты попал ой а песочный человек ненавижу это прозвище я знаю ты на меня зол ты здесь вообще ни при чем отстань от меня я хочу помочь только заранее изменить а значит он был не рад встреча да чувство ностальгии ему чуждо так мы играем за другого паука да ой это было больно но нам надо больше воды тресну паутиной как пойдёт искра я пока послежу чтобы вода шла и что за хрень заторможу его паутиной и 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 Какой на сегодня прогноз погоды? Вероятность рождя 100% Вы загнали его куда нужно Ребят, водяной бак на Мэдисон Билдинг, вот что вам нужно В нём 10 тысяч галлонов Хорошо, спасибо, Ганка Гену Ричи привет Нет Ферник, здорова Человек-паук Я хотел жить нормально Как все люди Это не путь, Марко Для такого, как я Иного пути нет Это не в хоккей ворота Биф, что случилось? Я оказался снаружи Просто лезь наверх, я встречу тебя на крыше Этот бак с водой единственный шанс Мне надо их всех победить походу, да? Только наверх Извините Ха-ха-ха-ха Давай тихо-тихо, ты сейчас выпрыгнешь вообще нахрен Это попытки человека поука залезть на мужчину Всё Всё Ой Видимо, занят Если с баком не получится, это надолго Это ваша шкала концентрации Когда она заполнена целиком, вы можете лечиться Чтобы накопить шкалу, атакуйте или защищайтесь Окей Не тормози, Майлз Я хотел прожить нормально Ещё не всё потеряно Теперь уже поздно А чёрт! Добивающими приёмами можно называть сокрушительные атаки расходующие как минимум одну полную шкалу концентрации Чтобы накапливать концентрацию Атакуйте врагов и уклоняйтесь от их ударов Ой Блин, а он прям током бьёт? Прикольно Он мне как-то побольше нравится, чем чипук обычный Ай Всё в порядке? Я тут с Питом Я знаю, ты на всех каналах Я еду в центр помочь организовать и раздачу припасов Ганде придумает для тебя отмазку Да, но у меня сегодня ещё встреча с психологом А директор думает, что я... Слушай, с директором я поговорю Сейчас ты нужен Нью-Йорку Ты лучшая мама в мире Будь осторожен А у него типа нет секретиков от маман, да? Как сказала мама, я не могу подвезти Нью-Йорк Вот ДИКТУ МАДЬ! Чокурчин, здорово! Она узнала случайно, поняла, а дарова Декс. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай, меня бьют! Странно, я вроде должна была всех зацепить, а зацепила только двоих. Ну, там, человека какого-то убью, ну ладно, бывает. Как успеха, Человек-паук? Уже почти! Бак с водой, нахрен! Блин, я вам говорю, это, походу, либо акробаты, либо кто там это... Делали захват движений всех. Здорово, казино! Да ладно-то, столько воды не хватит. Артем, дай, здорово. Я. Доставай новые игрушки! Последняя прошивка местами глючила, но... Они разве не должны быть больше? Что будет, когда он доберется до Песка? Похоже, уже добрался. Ты мне нужен, Майлз, срочно! Я вижу его, как мы за тобой. Майлз, Майлз! Ай! Ты должен успокоиться, Марко! Невинные люди в опасности! Ты волнуешься за них. Ой. Они не слушали Марко. Послушают песочного человека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зевс на стороне Человека-Песка! Здорово, Денис! А кто же еще? Есть идеи? Полную шкалу концентрации можно потратить либо на лечение, либо на сокрушительный добивающий прием. Не успела. О, блин. Да блин, ну я же... А зачем ты перескочил, лун? Сейчас или никогда, Человек-паук, пора! Почему вы упорствуете? Потому что мы обещали защищать город! Готов? Готов! Это что они сейчас такое сделали? Что-то я не поняла. Вот видите, вода какая, она какая-то... Странно... Даже они не поняли. Понял. Дерьмо не в это? Да не, дерьмо не так выглядит. Для меня уже давно все решено. Если тебе нужна помощь, просто скажи. А это какая-то супер коробка из супергеройского вибраниума или как он там называется? Шесть месяцев назад. О! Крейвен, да, вроде, или как его там? Супер плохой и супер плохиш, супер русский. Ты размяк на старости лет, Сергей. Эта участь тебе не грозит. Я следил за тобой часами, а ты даже не знал. Слабак ты. Я просил ровню, а вы что мне нашли? Волосики на груди, кстати, ничего такие. Может, новые угодья? Зажгите огни. На охота грядет. Че они там собираются лигу злодеев делать? Давид, привет, мой хороший. Отметьте, пожалуйста, Давидиком. Я очень хочу посмотреть, но не хочу спойлеров. А когда ты пойдешь играть-то? Здесь же шестерка, как будто я знаю. Рано или поздно, но мне кажется, ты забудешь к тому моменту, не? Ну мы только-только начали. Масма, для тебя это очень-очень важно, на то, что они бесписочные. Это тебя как-то ущемляет, что у них маленькие писюлики, которых не видно. Может быть, у них комбинезоны такие, знаете, которые вот как у женщин есть белье, как оно там называется, утягивающее. Может быть, это костюмы тоже утягивающие. Просто писики чуть-чуть, ну или сильно перетянули. Те яйца весь шарм. То есть он должен был вот так вот сидеть, а у него снизу должны были огромные яйца висеть, да? Ну, чтобы с шармом было. Перед тем, как приложение сдохло, пришлось еще с перекрытой Либерти Европе. Лоу! Я поняла тебя. Зато тут хорошие попики у паучков. Так, пока сцены. Лезь туда. Просто ужас. Марко, что на тебя нашло? Вот они. Я помогу, держитесь. Вы как? Теперь нормально. Спасибо. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Нету врагов, врагов нету. Стой. Кто там? Где там? Чего такое? Поступил вызов из участка. На связь оборвалась. Нам нужно расчистить дорогу. Понял вас. Расчистить переграду. Каким хером? Машиной? Получилось. Мистер Паркер, поможете мне... А спасибо? В смысле получилось? А спасибо? Вот мразише, а. Телекоммуникационную сеть восстановят еще не скоро. Так что мы протянем свою сядку. Это серьезное дело. Сколько же ты готовился? Ну, мечтал я об этом седьмого класса. А готовился последнюю пару минут. Так. Меня бесят люди, которые не умеют говорить спасибо. Их плохо обучили. Что это такое? Это от одного нового стартапа. Установка для запуска высотных метеодатчиков. И этот стартап дал нам разрешение? Да. Я с вами, но я в лурке. Хорошо. Возвращение было шоу-сорки. Блин, что у меня? Ты просто красавчик, брат. Молодец, брат. Не понять. У меня Сонька периодически какой-то звук такой издает. Странный. С ней же ничего не будет. Спасибо, Эль. За что? За что спасибо? А, пожалуйста, да, обращайтесь. Ладно. Говори, что делать. У тебя же остался 3D-принтер, встроенный в паутиномет. Надо быстро кое-что напечатать. Скидываю чертеж. Пришло. Выглядит как дрон. Ганке, мы не шпионим за людей. Не, Нагиус, у меня все в порядке, мы переживаем. Спасибо за то, что ты есть. Пожалуйста, Айден. Да нет, мне не нужно говорить спасибо. Но когда за дело не говорят, прям меня бесит. Как поднять эту штуку в воздух? Частоты забиты почти под завязку. Так что, держитесь отмеченной траектории. Так сигнал будет более четким. Ой, летать надо, бля. Ненавижу. Так, запустили своего дрона. Блин, прикольный дрон, кстати. Что-то я уже чую, что такие дроны будут создавать такого дизайна. О, чам, красавчик. Велька, летяга. Тут играешь за двух или за одного? Я так поняла, мы тут будем за очень многих играть героев. Помимо двух пауков, будет еще, наверное, их девки. Вот. Насчет остального я не знаю. Ой, поплывай, ты. Злодеев, там, Веном. А там же ты же можешь еще за симбиота будешь играть. Ну, когда... Я в трейлере видела. Так, древо навыков. Так, древо навыков. Блин, я не могу понять. У меня насчет игры и насчет визуала очень какие-то сумбурные впечатления. С одной стороны, пауки сами визуально стали очень крутыми. Как бы им намного улучшили все. Прям, ну, вот качественно, да? Вот пауки, которые с той стороны, да? Но, с другой стороны, какие-то мелочи сделаны как будто супер дешево. Вот прям вообще пипец. Я вот не понимаю. Они как-то вроде как бы соблюли баланс. Да, что, ну, они не сделали, типа, супер говно, да? Или супер классно. Они сделали, ну, нормально. Вот. Ну, а что-то, блин, я не знаю. Меня так это путает. Конечно, красавчик. Только подстригся на этой неделе. Фоточку кидая, оценим. И что тебе сказать сразу? Веном и паук это будут одно и то же лицо. Поняла. Так. Спасибо, кто фолловится на YouTube. Добро пожаловать. Диссонанс от графики интерфейса. Интерфейс какой-то старый, а графика AAA. Но графика тоже не вся AAA. Вот опять звук какой-то ты издал. Что ты издаешь? Что там? Что не так? Вот. Паучок, когда летает, вроде все ок, да? Машины объемные. Вот даже вот сейчас ролик идет. Машины объемные, все хорошо. Свет хороший. Но при этом сами здания как будто плоские. Они плоские, гладкие. Как-то я не знаю, почему так. Не, оно все равно перевешивает больше к хорошему, к лучшему. Ну, то есть графика красивая. Но что-то вот я не могу понять, к чему у меня цепляется глаз. Что-то не так. Что-то где-то не так. Что-то где-то продешевили. Кто Веном, кто паук. Я твой Веном, ты мой павук. Единственное. Бляха и муха, как долго придется ждать на ПК? Ну, год-два где-то так. Так, вы повысили свой уровень и получили очко. О, эти очки можно тратить на освоение новых атак и приемов. Ага, атаки и приемы за очки. Это древо общих навыков. В него входят навыки, доступные обоим героям. У каждого из героев также есть собственное древо навыков. Откройте древо навыков Питера. Ага. Аааа, и че? Вы выбрали паучий подброс. Атаку, которая позволяет подбросить в воздух нескольких врагов. Приобретите ее, потратив очко навыков. Не хочу. Чтобы получить больше очков навыков, зарабатывайте опыт, выполняя задания и побеждая врагов. Фуфа. У меня вроде А4 очка было, нет? Так, вот, вот это вот. Паутинная рогатка. У меня своя есть, спасибо. Я там стреляю паутиной, блядь. Простите, пожалуйста. Что-то я пошутила, а только потом подумала. Можно пруф в камеру? Ты дурак? Привет, Супер Макс. Я заметил, если ходят пешком в трико, на тебя никто не обращает внимания. Даже fucking legend. Че за прикол? Непонятно. Для них это, наверное, норм. Норм визуал? Че прикопались? Единственное, а грех у визуала плащи не двигаются. А так все норм. Да нет, здесь что-то есть, но я не могу понять просто, что. А так-то, нет, все хорошо. Как бы все выглядит нормально. Особенно мне понравилось с Крэйвоном. Я прощаю тебя. Спасибо. Спасибо, спасибо. Но ты прощай, но ты визуализируй. Да, представляй, как это было бы. Я резать еду кошки, если что, кричи. Хорошо. Так, ладно. Че у нас там? Паутинная рогатка. Ну, давай выучим тебя. Так, это все для передвижения, я так поняла. Бросок с отскоком. Паутинный хлыст. О, мне нравится. Давай отхлыстаем кого-нибудь. Бросок на паутине. Хорошо. Ой, кстати, подождите, стойте. Так, значит, вот наша карта, да. Да, кстати, меню реально хуже, чем в прошлой части. Ну, это мое мнение. То, что она больше, это понятно, но она выглядит хуже. И иконки, и само меню, и карта. Так, а че куда мне надо-то? Пройти в стрелковый клуб. Это куда? Там внизу что-то. Где? Ой, блин, тихо. Подгони поближе. Давай. Ну же. Времени у нас навалом. Пока копы тут разгребают песок, мы все быстренько обчистили. Грузите в машину. Он здесь. Вломи ему. Ух ты, видели, че могу делать? Охренеть. Скажем, клуб комплиментов. Они никому не вредят, и платить не надо. Ты готовились? Например, ты отлично держишь удар. Молодцом. А правда, идея-то классная. Меньше стрельбы, больше похвал. Отправь его в ногу. Да. Да. А заданий тут нету, как было в прошлой части, да? Ну там, типа, если... Ага, вот. Преступление сорвано. Взлом побежденные враги. Награда. Ага, то есть дополнительных здесь нет. Жалко, было прикольная фишка. Здорово, Донцилам. Так, предотвращайте преступления, чтобы получать детали, необходимые для улучшения снаряжения. Так, выберите подброс и изготовьте подброс, потратив детали. Окей. Теперь у вас есть подброс. Чтобы получить шанс использовать этот гаджет, вам нужно побеждать врагов. Так, а что у нас тут? Эжекторы, паутины. Ага, это увеличивает, да? Нужны детали и жетоны города. Окей. Так, паутинное лассо. Детали и жетоны города. Так, паутин... Так, подожди, паутинное лассо подброс. Это понятно. Что вот это? Сотрясающий взрыв. Редкие детали и детали. Паутинная цепь. Жетоны героя. И все? Это все гаджеты? Да ну, серьезно? Ну, это все гаджеты. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают так нам до хилятся дарва мир да это новая игра игра кайф конечно хочу очень не поиграть конечно так влево компилируем новое приложение я решил раз такое дело заодно доведем его дома нам не нужны примочки лишь бы видеть заявки граждан а я о чем пока ставится патч надо бы расширить сеть как там дела у майлза алё майлз как дела она там ей было трудно дышать майлз не занят что нужно заберись на крышу соседнего здания подскажите пожалуйста диск вышел про человека паука майлз моралес 2 что сейчас играет или нет можно его купить и сколько он стоит по поводу диска не знаю но игра то вышла уже давно же про майлза моралеса соответственно ну должно быть если нет диска то должна быть явно цифровая версия вот а по поводу этой игры в не знаю сейчас мимо лярта закроем меня он блин bear уточнить и про эту игру который marvel spider-man 2 или майкл мораль майлз моралес это просто две разные игры по сути по сути это две разные игры это две разные игры по сути Майл Моралес как DLC к первой части. Ну да, это вот как вот этот ассасин, который вышел. Ну, это просто маленькая игра, которая по сути является DLC-шкой. Привет, Фромки. Предыдущая часть. Что за два? Я хз. Мне кажется, он про эту говорит. Но если вторая часть и эта, то насчет дисков я не уверена. Сейчас многие же игры только в цифровом формате выпускают. Так, кстати, я там сегодня смотрела топ-донатеров. У нас до конца месяца сколько? Десять дней, да? Там вроде пока что впереди Николас. У него будет заказ игры. Так, что нам надо? Р-2 и усиленный прыжок. Нормально. Ай. Ай. Какая классная шутка, пока тебе пока что непонятно. Надо будет, если что, так отмазываться, когда никто не будет смеяться над моими шутками. А, эту игру, которую сейчас играете, можно купить на КупиКод. Вот, переходи и покупай. По промокоде Кулиона скидочка на комиссию. Там вот это... А куда? Эй, ты куда? Ты что, Ку-ку? Да что такое? Да что его мордует-то? Ты дурак? А, вот почему. Блин, вот видите, здание странные какие-то. Так, я на месте. Там где-то должна быть пусковая установка. Что-то я не вижу ничего похожего. Может, письковая установка есть. Письковая установка. Блин, ну так не работает. Такие же здания? Нет. Жесть, чат. Оказывается, друга можно напечатать. Надо в ноябре выйти в топ-донатеров и игрушку заказать. Ради бога, выходите. Там все зависит от вас. В этом месяце нужно перебить 7500 пока что, чтобы стать топ-донатером. Диск существует, пишет Супер Максву. Да, вроде как можно из Киви кошелька и со Сбербанка оплачивать. Там же можно пополнять свой стим, покупать игры, короче, всякая яка. Господи Иисусе, господи Иисусе, господи Иисусе. Так же я хороша, как мощные мои лапища. И-и-и-и-и-и. Ой-ой-ой. Барни видели паука у стрелкового клуба. Барни. Барни пока не явимся. Привет. Вам помочь? Ключи потеряли. Рядом есть манкер по замкам. Столько бандитов на одну машину. Не перебор ли? Вместо того, чтобы воровать, вы бы, не знаю, людей помогли спасать, что ли? Ну все, паук, держись. О, кто-то мем закинул. Совершив уклонение, когда индикатор паучего чутья окрашен красным, вы автоматически выстрелите паутиной в атакующего. Окей. Рож. Артиллерия? Он что-то задумал. Все? Высоко сижу, далеко гляжу. На мораль, глянь, человек-полк не поможет тебе поступить в колледж. Парировав рукопашную атаку, в самый последний момент вы заставите врага потерять равновесие. Более раннее парирование не столь эффективно. Понял. Ну давай попробуем. А, парирование на L1. Я бы мог сидеть на уроке физики, запоминая амстрактные уравнения для гипотетических ситуаций. Такая физика мне нравится больше. Держи фатарик, паучу. Ай, ой, ты что, козел? На тебе. Все? А, нет, не все. Блин, красиво. На самом-то деле, у этого почему-то мне больше нравятся эффекты, чем у обычного чипука. Приложение обновилось. Попробуй. Ууу, здорово. Пришел новый запрос. В офисе пожар. Так. Ганки, ты молодец. Приложение стало еще лучше. Спасибо. Майлз, ответим на эти вызовы и обратно в школу. Да ради бога, Лешенька, я ж никого ничего не заставляю. Каждый, кто хочет, кто может, тот донатит. Кто не может, тот не может. Я ж не заставляю. Стрим это такое, знаешь... Штука благотворительная, вот. Вы смотрите бесплатно, но если вам хочется сказать спасибо, вас никто не будет ограничивать. Не трогай. Это еще что? Мы же тебе наваляли. Ты еще тут, Марко? Майлз, это Эмжейк. Как у тебя дела? Кажется, я опять дерусь с Марко. Он что, уже сбежал? Нет, я на плоту. Он прямо передо мной. Но у меня есть догадка. Погоди, я попалю с врача. Так, вы меня разозлили. Я пообщалась с врачами. Там есть что-нибудь наподобие кристаллов? Да. Ага. Врачи говорят, что разум Марко буквально раскололся на части. Жуть! И почему эти песочные чуваки бьют меня? Ай. Вероятно, это частицы его подсознания. Они защищают то, что открыто в кристалле. Но, по идее, если найти все осколки, ты сможешь собрать его в Дина. Тяжело быть человеком из песка. Хорош. Тебе больше нравится Майлз, потому что он делает свое дело с искркой. И возможно, да. Что такое здоровье свое подсознание? Это он про дочь? У него камшуты бесконечные, но, походу, да. Хотел бы так. Что-то меня сегодня заносит. М.Ж. сказала, по городу разбросаны другие кристаллы. Буду иметь в виду. Так. Навыки. У меня нет очей, а гаджеты есть. Че? Деталей не хватает, да? Да. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Хотел бы. Желательно, как у девушек, по 20-30 секунд. Блин, ну тогда ты будешь человек 30-ти секундка. Это вроде не совсем уважаемо среди мужиков. Так. Для поиска действий в городе спасение пассажира лимузина. Если еще английскую озвучку включил, то это можно из боя левать, чтобы ничего не пропустить. Ну, кстати, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я не те кнопки нажала. Жесть какая. Да ёб твою мать. Я вам все стукаюсь. Помоги сейчас. Не быть мне спайдерменом. Ключи помощь при полете, да? Не, мне нормально. Они как папарацци, только еще и с пусками. Какие же вы мерзавцы? Я тебя не боюсь, человек, Бау. Да оставьте вы человека в покое. Надо глянуть, как там пассажир. Здесь новые техники управления. Вот это прикольно. Блин, мы этого дурочка спасли. Мэлс не нравится по характеру, он более серьезный, чем Питер. Мало юморит, и меня это слегка расстраивает. Прикол человека в его юморе при битвах с врагами. Так у него юмор школьника, это разве смешно? Ну, он же типа несет, что попало. Ну, хотя ладно, это, наверное, вкусовщина. Думаю, после такого путешествия. Здорово, Ватзап. Давно игруля вышла? Сегодня ночью. Меня похитили. Я согласия не давал. Я не. Угрозы. Всюду одни угрозы. Но Джона Джеймсон с этой темы не съедет. Я с этой темы не съеду. А куда я еду? Куда я еду? В тихушечку. Я знаю, что он не школьник по канону, но просто юмор у него такой себе. Трубку не положил. Не положил трубку. Где мистер Сумида? А, он только ушел. Сказал, что его ждет отпуск. Что? Это же здорово, Хелли. А, еще, пока тебя не было, я узнал, что меня взяли в программу РЕНД. Серьезно? Да. То есть, полная стипендия? У всех большой день. Жаль, я пропустил. Ох, блин. Не могу смотреть. Ну, и не смотреть не могу. Директор Ремонтс. Смотрите, кто соизволил явиться. Я знаю, что вы могли подумать. Подумать. Мне очень жаль. Тут и думать не о чем. Знаю, знаю, знаю. Я знаю, я знаю. Это просто смешно. И я очень не хотел, чтобы так вышло, и этого точно не повторится. С меня достаточно. Но послушайте. Нет, не послушаю. Вы должны защищать учеников, а не бросать их. Вы уволены. Обидно. Быть как Бэтмен. Миллиардер, красавчик. И куча свободного времени. За тебя работает дворецкий. Причем тут английский юмор к школьническому юмору. Ну, типа, ну у него тупые шуточки. Не смешные. Иногда это, конечно, в тему, иногда не очень. Но, как бы, это же дело в кусовщина. Как бы, кому нравится, кому нет. Мне просто не нравится такое. Я не очень люблю общаться со школьниками и их юмор. Это газета Робби Робертсона. Мы раньше работали в Бьюгл. Думаю, я знаю, что ему понравится. Может быть, поэтому мне Человек-паук не нравится? Время, я тоже пошлю им еще пару фоток. Робби говорил, не показывайте мне город, покажите мне Нью-Йорк. Костюм весь в говне. Да ничего, постирает, че. А че фоткать-то я че-то понять не могу. Пиздуков? Вы не начинайте про маленькую Одессу. Как дела, сынок? Робби, привет! Прости за внезапный звонок, но... Хотел сказать, что выслал тебе фото на одобрение. Какая прелесть. Мы его непременно опубликуем. А, тяжело настраивать стрим с PS5? Нет? Но если у тебя будут еще снимки сердца Нью-Йорка, присылай. Рад был тебя слышать. Или как Тони Старк, да, нагелся. Снимок херня, плюсую. Так, предотвращая преступления и совершая действия в маленькой Одессе, вы заработали очки прохождения района. Ну, я ни хера не сделала. Ну, ладно. Ну, ладно. Так, на карте показаны события из 14 районов города. Доступ к новым событиям открывается по мере прохождения игры. В районах есть три уровня наград. На втором уровне вы сможете быстро перемещаться по району. Просматривайте район, чтобы узнать о своих успехах. Проверяйте карту, ищите новые способы помочь Нью-Йорку. Исследуйте город, чтобы находить новые события и добавляйте их на карту. Окей. Скажи карту. Да вот она. Блин, реально огромная карта. Охренеть. То есть, если раньше у нас был просто вот этот остров, и то остров был, насколько я помню, чуть поменьше. То здесь добавились еще вот эти. И здесь получается раз, два, три, четыре, пять районов. Почему этот остров не отдельный район, считается? Почему какие-то здания подсвечиваются светлым, а какие-то нет? Это светлым там, где я была, типа? Остров был такой же? Ну... Он, может, не такой детализированный был. Не знаю, короче. Блин, прикол. Слышите? Сейчас. Прикольный звук такой. Так, поиск действий в городе. Вот там нужно фотку сделать, да? Найдемте. Вестаск, здравствуйте. Аж плойку захотелось купить ради этой игры. Плойка это хорошая штука. Ой, блядь, это еще надо сфоткать. Сука. Ладно. Как там фоткать-то? Нет, явно не так. А как фоткать-то? Могу только их закидать паутиной. Ха-ха-ха. Ай, блин. Так. Показать им тэквондо могу. И все, и нихера больше не могу. По цене плойка. Но она стоила 500 долларов. Раньше. Сейчас я не знаю, сколько она стоит. Ну, это то, что там надо еще пересчитывать в рублях. Плюс, сколько сейчас стоит. Хотя, вроде, надо дождаться, когда, вот, вроде, то ли после Нового года выпустят Slim плойку. И тогда цена, вроде, как на обычную упадет. Вот. Ты знаешь уже, куда надо приложить контроллер, когда играешь? Не, я не любитель такого. На кнопку фоткать. Спасибо, спасибо, да. Как 500? Тысяча? Тысяча долларов? Не-не-не. Плойка стоит 500 долларов. И то, даже, вроде, меньше она стоила. Или нет, я уже не помню. Хорош, говорит, цены в долларах. Отвали. Я с Украины. Я все привык учиться считать в долларах. Надо бы переодеться. Но я ее покупала... А, хотя, подождите, может, реально тысяча? Хотя, нет. Я ее за сколько покупала? Или мне ее дарили? Мне ее дарили? Но она стоила... Сколько же она стоила? 30 или 50 тысяч, вроде. Может, она стоила 800 долларов? 45к стоила плойка. Ну, значит, все-таки 500 долларов. Вот. Пятая тысяча. Да где ты такие цены увидел? Никакая из плойк никогда не стоила тысячу долларов. Так, как тебя нахрен сфоткать? Снимающий гаджет? А, понял. Во. Прекрасно. Моя бабуля часто рассказывала о том, как ходила сюда каждое воскресенье. Здесь можно было купить самые свежие овощи в городе. Но однажды она пришла поздно, и парень перед ней скупил все помидоры. Так она познакомилась с моим дедом. Можно прапорту душноту? Можно. Чтоб не выпендривался. А, все? Я всех, что ли? Надо как-нибудь сделать гастрольный тур. Ну, что ж, наконец-то будет повод собрать паука-мобиль. Эх, не думал, что ты настолько быстрый паучок. Привет! Про тебя хотел сказать то же самое. Так, покажи им, человек-паук. Стоять, стоять, стоять! Сюда! Вот так вот, вот сюда. Ага. Так, что-то... Что там еще? Хо-хо-хо! Мясные соперники! Эта конкуренция длится с незапамятных времен. Но когда Тео пришлось столкнуться с тем, что другой магазин в точность и скопировал его маскот, эта вражда вышла на совершенно новый уровень. Попался человек-паук! Мне жаль прерывать вашу сделку, но... Стоп! Нет, не жаль! Увернись-то! Хе-хе, волк! Наследи! Забудь о победе! Хорош! В этом и проблема деловых переговоров. Так! Ой, нет, стоп! Я что-то не получила. Я что-то не получила. Видимо, тут какие-то есть доп. задания все-таки. Так. О, гаджеты 2. Так, давайте я хочу... Так, не подброс, а... Так, эжектор паутины или... Нет, все-таки подброс давайте. Ага, тут уже не хватает. Так, тут не хватает деталей. Тут не хватает. Окей. Так, навыка. Жесть, уже 7 навыков. Офигеть! Так, давай, пожалуйста, мы сначала вот это прокачаем. Да, после каждой серии из 4 ударов рукопошного у нас есть шанс получить дополнительный заряд для гаджета. Давай. И все? Стоп, у меня же 7 очков было. Или я что-то в глаза долблюсь? Что за фигня? Лол. Ладно. Можно будет вне стрима побегать, повыполнять задания, чтобы для прокачки, короче, были всякие штуки. Ну, либо можно позалипать. Какого числа какая у нас игра выходит? Блин, на прапор в бане, да? Белочка, привет, наша женщина, любящая орехи. Как делище! Центральный... Жесть, я читаю куник. Куинс. Центральный куинс. Куда ты нахрен летишь? Ладно, гок инкансаторскому этому... Как тебе концовка в мираже, кстати, поняла? А я же не доиграла Вальгалу, поэтому я не совсем поняла. Но мне объяснять не надо, потому что мы будем смотреть. Если вам нужны купюры по 2 баксов, вам банк на 100-й первый! Обожаю! Промахнулся козел! Промахнулся козел! Ахай, лол! Почему я не хилюсь? Вопрос. Куда ты бежишь? Значит, будем играть 27-го, 8-го. А почему, кстати, трек не врубился? Я что-то не поняла. Я не могу похиляться! А, надо задерживать. Малыш. Малыш. Ладно, галуза с запасным костюмом. Господи, сути. Вот, дорога, типа, сделана кайфово. Деревья сделаны кайфово. Вода, вот, если сдалека смотреть, тоже сделана кайфово. Но если вблизи смотреть на воду, это ужас. Как и вот это вот здание, смотрите. А, не, ну если не в движении, то оно еще норм. Но оно все равно, посмотрите, оно плоское. В нем нет рельефа, хотя это эти кирпичики, да? Как-то, блин, не знаю. Что-то не то. Какое-то оно плоское. Может, я, конечно, хреново объясняю. Так, что там? Кто там? Кого там трахают? Прапор, я лечу на помощь твоей жопки. Ой, у меня что-то костюмы уже вообще беда. Ребят, он скоро рэпнет на мне. Они хотят ограбить дом. Ты зачем на стрёме стоял? Что-то расцепился. Ребята, вам помочь? Ой-ой-ой, меня сейчас наваляют. Ай-яй-яй! А, вот, парировать атаки врагов. Дополнительная цель. Блин. А как же их заранее увидеть, эти цели-то? Плоское, как чувство юмора героев, понял. Боёвка, да, кайфовая. И очень круто сделали анимацию передвижений. Прям чувствуется реально прогресс с первой части. То есть здесь добавили новые трюки. Улучшили, по ходу, захват этого самого. Как его? Захват движений человека. Вот. Добавили явно здесь какую-то акробатику. Потому что, ну вот, видите, смотрите, какие финты он вытворяет. Вот. Поэтому в этом плане очень хорошо. Улучшили прям вообще красавчики. Эй! Молодой, беги давай. Что ж ты делаешь, ёб твою мать? Наверх беги. Нам нужно костюмчик поменять, а то уже... Скоро на попе рэпнет. Так, вот доступные, кстати, костюмы. Как раз Айден спросил про них. Так. Вы получили жетон города. Эти жетоны, детали и другие ресурсы можно использовать для покупки новых костюмов. Вы также сможете изготавливать новые стили для своих костюмов. Попробуйте изготовить стиль для улучшенного костюма 2.0. Что это за Power Rangers?